Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск программы «В мире зоопарков». И сегодня основной новостью, которая облетела многие СМИ, стало известие из Нью-Йорка. Здесь, в зоопарке в Бронксе, скончался аллигатор. Но аллигатор непростой. Дело в том, что пару месяцев назад его сюда доставили граждане, которые обнаружили его в озере. В озере в Нью-Йорке кто-то из бывших, скажем, владельцев этого аллигатора просто-напросто решил избавиться от него и выбросил его в озеро. Именно не выпустил, а выбросил, потому что понимал прекрасно, что для аллигатора здесь, во-первых, не климат, во-вторых, там он не найдет достаточного количества пищи. Так и вышло. Состояние аллигатора было ужасным. Он был очень худой и был шокирован холодом. Боролись практически вот два месяца за его жизнь, но, увы, аллигатор скончался и зоозащитников и вообще просто граждан потрясла эта весть, потому что это действительно самое натуральное издевательство над животным. И такие издевательства караются законом. И также, друзья, следующая новость. В прошлом выпуске я рассказывал в одном из прошлых выпусков про слона в Карачи, в зоопарке, где слон упал в пруд и его оттуда пришлось доставать. Как показали проверки состояния слона, на нем были большие ужасные гематомы. Думали, что от падения. По крайней мере, так рассказали сотрудники. Но оказалось, что вовсе нет. Как начало выясняться, оказывается, слоны попросту дрались. Дрались, и вот эта вот слониха, она получала тяжелые травмы, которые должным образом не лечились. И сейчас все это всплывает в ходе восстановления слонихи. Впрочем, состояние ее продолжает оставаться тяжелым, потому что, как выяснили ветеринары, практически уже у нее несколько месяцев были вот эти вот ужасные травмы от драк с другой слонихой или слоном. И задние ноги практически у нее, задние лапы практически не уже функционировали должным образом. Почему? Она и рухнула в пруд, и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Вот такие вот новости. Сейчас уже инспекция этим занимается, и большие претензии к смотрителям, которые не должным образом смотрели за слонихой. А вот чего не скажешь про зоопарк в Лондоне. Здесь, на бирже вакансий, объявлена вакансия смотрителя и мойщика гениталий слона. Причем зарплата 6 тысяч фунтов стерлингов. Бесплатное жилье предоставляется от зоопарка. Двухразовое питание. Плюс родственники могут посещать зоопарк бесплатно этого сотрудника. Вот такая вот забота. Действительно, сразу чувствуется только по этому объявлению, что зоопарки в Лондоне к персоналу относятся с должным образом. И хорошо их работу оплачивают. Московский зоопарк при приближении курортного сезона призывает всех людей, любящих животных, не фотографироваться с уличными фотографами, которые предлагают сфотографироваться с экзотическими животными, птицами. Не делать это, потому что, как говорят сотрудники, зоологи зоопарка, которые в этом деле сведущи, это огромный стресс для животных. И зачастую даже тех животных, которые ведут ночной образ жизни, заставляют днем целый день фотографироваться. и вот таким образом зарабатывают на них деньги. Поэтому все зависит от граждан. Если они сами не будут фотографироваться, то они будут мучиться с животными у этих недобропорядочных фотографов. Что ж, друзья, вот такие основные на сегодня новости. Всем мира и добра. И до новых встреч в эфире.